Всем здравствуйте и добрый день, дорогие друзья, зрители, слушатели и подписчики канала Тань Филиппин Гауэр. Меня зовут Нино Расибашвили, как это ни странно, и я приветствую вас на субботних чтениях. Сразу нужно оговориться, что записываю я всё вечером в пятницу, и буквально пять минут назад начали сыпаться молнии о всяких разных взрывах в Донецке, об эвакуации людей, о долларе за 77, вот, так что время не очень спокойное. Я надеюсь, что сегодня, в субботу, когда вы это будете смотреть в прямом эфире, всё уже успокоилось, война не началась, все пришли в себя, все, кто терял или сознание, или берега, и мы продолжаем жить и мирно сосуществовать. Вот, а пока мы продолжим читать про маньяка, потому что нужно же как-то себя радовать, друзья, правда? Мои маленькие и большие любители трукрайма. Я учла ошибки предыдущего выпуска, и теперь у меня нет с собой телефона, зато есть маленький голосовой помощник, к которому мы прикажем, поставь таймер на... Среди ваших контактов нет никого. По имени Кадя. Как-то не странно. Поставь... Да хватит меня подслушивать. Поставь таймер на 45 минут. 45 минут. Отчёт пошёл. Ну что ж, друзья, продолжим читать книгу «Безлюдное место. Как в России ловят маньяков» авторства Саши Сулим. Спасибо ей огромное, что она написала эту книгу. И спасибо большое издательству Alpinum Publisher за то, что разрешила нам эту книгу здесь читать вслух. Напомню ещё раз, на всякий случай, что речь про ангарского маньяка Михаила Попкова, который, по некоторым данным, по некоторым статистикам и выкладкам, занимает четвёртое место в мировом рейтинге убийств. На первых трёх — колумбийцы, которые убивали по 300 человек, а то и больше. Причём, надо сказать, что в Колумбии, например, во всяком случае, раньше было ограничение по тюремным срокам, и максимальный тюремный срок, который могли дать за убийство, ограничивался 16 годами тюрьмы. Причём этот срок никак не увеличился в зависимости от количества жертв. И в такой замечательной кампании оказался наш с вами ангарский маньяк Михаил Попков, историю поимки которого мы с вами узнаем в самое ближайшее время. Так маньячная группа занялась делом крупнейшей криминальной группировки в городе. К убийствам женщин оно прямого отношения не имело, но, как говорят сами оперативники, именно благодаря ему они стали сплочённым коллективом и превратились в настоящих профессионалов. Поначалу дело об убийстве Каневской не собирались даже возбуждать. По официальной версии она умерла от передозировки. Однако Морозов, Дубынин, Романов и их коллеги, подозревая работу маньяка, настояли на судебно-медицинской экспертизе. Так выяснилось, что женщина умерла от разрыва селезёнки. Установив точное время смерти, следователи сопоставили его с протоколом, работавшего недалеко от места преступления экипажа ДПС. Через несколько минут после того, как преступники бросили тело Каневской в лесо, их машину остановила дорожная полиция и составила протокол на водителя за отсутствие номеров. Так оперативники вышли на коротко стриженного 20-летнего здоровяка Ивана Кириллова по кличке Бриты, участника группировки «Казино», отвечавшего за сбор денег с девушек, работавших на дороге. Именно он с несколькими подельниками вывез Каневскую в пойму реки Китай и оставил там умирать после избиения бейсбольными битами. Кириллова поймали и во время допросов убедили в том, что за ним следят уже больше года и знают о его делах. Это было лукавством. Провести убийцу удалось, использовав информацию о местоположении его телефона из биллинга. Московские уроки пошли на пользу сибирским следователям. Вскоре Бриты начал давать показания на подельников, включая верхушку казино. Поняв, что речь идет о влиятельных людях, команда Морозова попросила перевезти Кириллова из ангарского СИЗО в изолятор временного содержания в Иркутске, опасаясь, что в родном городе казино с информатором быстро справится. Однако вскоре Кириллова нашли повешенным в камере в Иркутске. «Скорее всего, его запугали. Сказали, или ты вешаешься, или твоя семья капут», предполагает Морозов. «До сих пор не могу простить себе его смерть». По словам оперативника, представители казино после смерти Кириллова начали давить на его мать, чтобы та написала заявление на следователи о доведении до самоубийства. Тогда женщина позвонила Морозову, и они встретились и проговорили несколько часов. После этого мать Кириллова заявление писать отказалась. Несмотря на самоубийство Кириллова, информация, полученная от него, помогла команде Морозова вплотную подобраться к самой верхушке казино, основателю банды Юрию Флешинскому и Алексею Колчину по кличке Бизон. Флешинский в свое время активно участвовал в криминальной войне с кварталом, получив четыре пуля и стал инвалидом первой группы, после чего ушел из боевого крыла казино в курировании теневого бизнеса, девушек на дороге, азартных игр, рейдерских захватов. Колчин с 2005 года и вовсе был положенцем Ангарска, курировал весь криминальный мир города, собирал и распределял общак. Оба были очень влиятельными людьми в городе и имели налаженные связи с властями, благодаря чему долго оставались на свободе, вовремя получая информацию о ходе расследования. Когда группа Морозова уже была готова арестовать Флешинского, он подался в бега. Задержали его после долгой слежки за женой и в 2009 году приговорили к 14 годам тюрьмы. Сейчас он уже на свободе, вышел условно досрочно. Найти Бизона оказалось сложнее. По словам одного из бывших участников маньячной группы, в середине 2000-х в казино негласно входили высокопоставленные сотрудники ангарской милиции, а некоторые действующие оперуполномоченные хвастались, если казиновский бригадир здоровался с ним за руку. Все это не могло не сказываться на ходе расследования. Так, рассказывает Дубинин, оперативной группе долго не предоставляли техники, необходимые для того, чтобы поймать Колчина. «Когда мы только начали заниматься казиновцами, некоторые сотрудники группы впрямую говорили, мы не будем в это лезть, это наши друзья, мы с ними со школы, с детсада знакомы, вместе тренируемся, хотите, убирайте из группы, мы работать против них не будем», – вспоминает Морозов. Сергей Державин тоже был в курсе тесных связей между местной милицией и организованной преступностью, поэтому разделил свою команду на несколько подгрупп, каждая из которых работала практически автономно, а участники одной часто даже не подозревали, чем занимаются коллеги. Так планировалось предотвращать утечки. «Мы все наивны были», – тогда вспоминает Юрий Морозов. «Не понимали, что к нам будут искать подходы, будут предавать, будут вешать нам в кабинеты жучки, а потом ездить к бандитам докладывать о нашей работе. Те, кто сидел с нами в соседних кабинетах, боялись, что группа подставит кого-то из руководства, тех, кто был связан с ангарскими ОПГ». Сотрудникам группы регулярно угрожали, а некоторым за закрытие дела против ангарских авторитетов предлагали крупные суммы. Оперативники утверждают, что во всех случаях упирались и посылали куда подальше. Если хоть где-то дернешься, хоть глазом – все, капец, тебя поймали. Постепенно оперативники, которые занимались конкретно делом казино, начали работать как шпионы в чужой стране, вне кабинетов и без сотовых телефонов. В 2006 году после задержания Бритова на Артема Дубынина напали. Когда он возвращался на машине домой в Уссолье-Сибирское, от него до Ангарска 40 минут на машине, на лбовое стекло его автомобиля полетели ко мне. Стекло полностью высыпалось, но я решил не останавливаться и поехал дальше, вспоминал от Артем. Тогда мне стали выбивать заднее стекло. Это была такая попытка меня остановить на дороге, и если бы я повелся, неизвестно, что было бы. Дали бы по голове, бросили в сугроб, ты и все. Как рассказывает оперативник, на следующий день после инцидента с членами банды провели профбеседу и сообщили, что если с кем-то из группы или членами их семей что-нибудь случится, то пострадают и уже задержанные и сидящие в СИЗО бандиты. Сейчас с вами нормально все общаются, вы сидите, к вам никто не лезет, никто вас не избивает, не унижает, не прессует, вспоминая Дубынин тот разговор. Хотите, чтобы было по-другому? Давайте! В ответ члены ОПГ даже предложили Артему деньги на ремонт машины. Он отказался. Замену лобового стекла оплатила иркутская милиция. Этот инцидент был не единственным. На Артему Дубынина пытались выйти через близких. Его будущая вторая жена учились вместе с двоюродной сестрой Бизона, и та не раз предлагала деньги за информацию. Артем попросил передать, что такого точно не будет. Также выяснилось, что сын одного из оперативников уходит в тот же детский сад, что ребенок участника казино. Жена преступника познакомилась и подружилась с супругой сотрудника группы, помогла записать сына в бассейн, а потом предложила деньги за любую информацию о расследовании. Услышав отказ, девушка сообщила, что не может поручиться за безопасность мальчика. После этого случая Сергей Державин написал рапорт в Управлении собственной безопасности, попросив выдать членам маньячной группы оружие. Как объясняет Морозов, из-за того, что почти все ее сотрудники были откомандированы от своих отделов, до того пистолеты им не полагались. То есть группа оперов должна была ловить преступников голыми руками, говорит Морозов. На задержание ангарские ребята брали охотничьи ружья. Запрос сработал, теперь оперативники могли выходить на работу с пистолетами. Собрать достаточно материалов для ареста Колчина оперативникам удалось в 2010 году, но из-за очередной утечки Бизон сбежал. Найти и арестовать его удалось только спустя шесть месяцев. Суд признал главу казино виновным в нескольких убийствах и приговорил его к 23 годам тюрьмы. К тому моменту, как Колчина наконец посадили, Сергей Романов уже несколько лет работал внутри маньячной группы. Руководство предложило ему войти в нее после успешного расследования убийства Каневской. И Романов моментально согласился, даже несмотря на то, что к тому моменту два года не брал отпуск. Во-первых, он давно мечтал работать по маньякам. И теперь, наконец, у него появилась возможность целенаправленно вкапываться в одно большое дело, не отвлекаясь на рутинные преступления. Во-вторых, оперативнику очень импонировала атмосфера, которую создали основатели группы. Сегодня простые опера просто так руководителю зайти не могут. А к Державину в кабинет можно было в любой момент заглянуть, что-то спросить, посоветоваться или подписать, вспоминает Сергей. Костарев всегда внимательно относился к сотрудникам. На дни рождения приходил с бутылкой пива, чокался со старлеем и даже сувенирчик ему дарил. С областным полицейским начальством отношения у оперативников были сложнее. С одной стороны, нескольких людей из Иркутска мои собеседники вспоминают с благодарностью и говорят, что они помогали следствию, болели за раскрытие дела и при этом сильно рисковали погонами. С другой стороны, руководители Романова, перед которыми он отчитывался раз в полгода, всегда встречали его упреками и прямо говорили, что в Ангарске он занимается ерундой. В конце нулевых в одном здании с маньячной группой работали сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности. Ребята делились с нами информацией, иногда просили помочь, вспоминает Артем Дубынин. Когда в 2008 году в Ангарске начались нападения на детей и подростков, руководство областного главка подключило к расследованию участников группы. Все преступления, а всего их было 11, совершались по одной схеме. Насильник следовал за девочками 8-14 лет. Когда они возвращались из школы, заходил с ними в подъезд и натягивал им на голову шапку или капюшон, чтобы они не могли разглядеть его лицо. Потом мужчина спускал штаны, трогал детей и заставлял их трогать себя, имитировал половой акт и угрожал вернуться, если они кому-то расскажут о нападении. Поиски преступника заняли около года. Довольно быстро с помощью кадров с камер видеонаблюдения был составлен фоторобот, но его распространение ничего не дало. Полицейские пытались вычислить педофила по телефонным звонкам и отправленным с места преступления сообщением, но безуспешно. Параллельно насильника искали по едва ли не единственной примете. Тот всегда носил с собой спортивную сумку. Как выяснится позже, все свои преступления он совершал уто или после тренировки. Всех, кто ходил с сумками, мы таскали в отдел полиции и брали биологические образцы на экспертизы, вспоминая Дубынин. Во время одного из нападений у преступника произошло непроизвольное семяизвержение, и он оставил на одежде жертвы образец своего биологического материала. С ним мы и сравнивали взятые образцы. Как отмечает оперативник, на сей раз местные полицейские вели расследование добросовестно, видимо, потому что жертвами были дети, и замолчать нападение было невозможно. В 2010 году по ориентировке был задержан 22-летний Александр Кутенков, который шел по городу с большой спортивной сумкой на плече. Его доставили в отдел, опросили и взяли биологический образец эпителия. Экспертиза показала совпадение с генетическим материалом насильника, а Кутенкова арестовали, но тот отрицал свою вину, до тех пор, пока его не допросил Артем Дубынин. Кутенкова доставили спецконвоем из следственного изолятора, вспоминает Артем. Я объяснил ему, что отпираться бессмысленно, что его опознают потерпевшие, а главное, есть заключение генетической экспертизы. Кутенков объяснил, что не давал признательные показания, потому что боялся за свою безопасность. После ареста его посадили в общую камеру, а на все допросы возили в автозаке с другими заключенными, и он поддерживал версию о своей невиновности, чтобы его не опустили. После того, как его посадили в отдельную камеру, Кутенков по всем сознался. В итоге его приговорили к 12 годам колонии. Вот это мне нравится. Значит, как свои желания удовлетворять, так это господин Кутенков впереди всех бежал. А как вот его касается, так сразу строят из себя бедного и несчастного. Это удивляет, на самом деле, в маньяках и во всех этих убийцах, что перед лицом опасности, которая угрожает уже им, они становятся самыми слабыми и самыми никчемными людьми на этой планете. Ангарский маньяк по-прежнему оставался на свободе. Каждое убийство проходило по одному и тому же сценарию. Он останавливался рядом с, как ему казалось, подвыпившей женщиной, которая поздно вечером возвращалась домой и предлагал ей купить алкоголь и вместе провести время. Согласие он считал подтверждением, что женщина безнравственно, аморально, ведет паразитический образ жизни и, в общем, заслуживает смерти. Убийца занимался жертвой сексом, зачастую принуждая к этому силой, а затем вытаскивал из машины, бил топором, отверткой или ножом и оставлял умирать в безлюдном месте. С 2000 по 2007 год так были убиты по меньшей мере 20 женщин. Глава шестая. Молодой капитан. В первый раз Артем Дубынин женился в 19 лет. В тот же год, когда он начал работать с Костаревым и Державиным. Не то, что первая любовь, забеременела женщина, а я же офицер, только выпустился, поженились, объясняет он. Родился сын Илья. Четыре года вместе с женой Галиной, она на 8 лет старше Артема, Дубынин жил в ее квартире в Уссолье-Сибирском. Брак был не слишком благополучным. Артем с женой часто ругались. Дубынин говорит, что Галина слишком много слушала свою маму. Как-то раз в 2006 году, после очередной ссоры, оперативник вышел на улицу, сел на лавочку подъезда и увидел, что у соседнего подъезда на такой же лапке сидит девушка и говорит с кем-то по телефону. Говорила она, что автобусы уже не ходят, а ей нужно домой в Ангарск. Артем подошел к девушке и предложил поддовезти ее до города. Выяснилось, что ее зовут Наташа, а в Уссолье она приехала в гости к бабушке. Они попрощались, когда машина доехала до Ангарска, но обвинялись телефонами и стали созваниваться. В конце концов, Наталья, миловидная светлоглазая блондинка, стала второй женой Артема. Когда сейчас она рассказывает о том, как села в машину, чтобы ехать в другой город с абсолютно незнакомым мужчиной, то отчасти в шутку добавляет, когда у нас дети спрашивают, как мы с папой встретились, мы стараемся умалчивать этот момент, чтобы они сами так ни с кем не знакомились. О том, что у Артема есть семья, он рассказал Наталье в первую же встречу, но ее подробности его личной жизни тогда не интересовали. Новый знакомый сразу стал настойчиво ухаживать за девушкой, дарил цветы и огромных плюшевых медведей. Кстати, не надо дарить огромных плюшевых медведей, не надо. Было такое чувство, будто мы тысячу лет друг друга знаем, могли обо всем болтать, разное друг друга рассказывать, говорит Наталья. Дочь ангарских пролетариев, родившаяся на 4 года позже Артема в разгар перестройки, Наташа с детства мечтала быть следователем. По телевизору она больше всего любила смотреть сериал «Каменская», а после школы поступила в юридический колледж. Случайная встреча с Артемом, который сам участвовал в расследовании преступлений, произошла, когда девушка была на первом курсе, и в итоге именно в отделе Дубынина она проходила свою первую практику. Ой, как романтично! Помогала заполнять таблички и систематизировать данные. На работе Артем всегда был очень важный и серьезный, вспоминает Дубынина. Не допускал меня до уголовных дел, просил выйти, когда они с коллегами их обсуждали. Спустя месяц практики, разочаровавшись в ежедневной рутине, от детской мечты девушка отказалась и решила заняться общей юриспруденцией. Сейчас она работает юристом на нефтехимическом комбинате. Спустя примерно год после знакомства Артем и Наталья стали жить вместе, а в 2008-м родилась их первая дочь Алиса, а еще через три года – Василиса. Развестись с первой супругой и жениться на Наталье официально Артем смог только в 2013-м году. Непростое это было время. Мы несколько раз сходились и расходились, много ругались, вспоминая Дубынина. Артем мотался туда-сюда, разрывался между двумя семьями и работой. Когда он был на работе, мне казалось, что его нет из-за другой женщины. Я ревновала и скандалила. Он еще смеялся тогда надо мной, что мне было бы скучно жить с простым слесарем, а я жена фанатка, готова куда угодно за ним ехать и очень ревнивая. По словам Натальи, семья Артема приняла ее сильно не сразу. Его мама была на стороне первой супруги и долго не общалась ни с новой невесткой, ни с внучками. Впрочем, она и не настаивала. Она вообще считает, что муж мало чем похож на родственников. Для него главное – это семья, объясняет Дубынина. Даже если у нас доходит до конфликтов, он всегда на моей стороне, а у них каждый привык тянуть одеяло на себя. С сыном Артема у его второй жены наладить контакт тоже не получилось. Они виделись только однажды, когда мальчик был совсем маленьким. Не часто общается с первенцем и сам Дубынин, а когда общается, старается привить ему любовь к спорту. Артем передал сыну свои гантели и штанги, сделав в квартире турник. Сейчас Илья Дубынин оканчивает школу. По словам отца, он выигрывает областные олимпиады по математике, физике и английскому. Куда хочет поступать, я пока не поняла, рассказывает Артем. Главное, чтобы не в силовой структуре. Бывшая супруга Артема Галина говорить о Дубынине не захотела. Сказала только, что вскоре после рождения сына муж уехал в Ангарск, где находился почти все время, что они были в браке. По словам Галины, брак их распался из-за приоритета в мужа, для которого служба была важнее, чем семья. К работе своей он относился трепетно, любил ее больше, чем родных и близких. Прямо помешан был на ней, до мозга костей. В 2007 году, когда Дубынин только-только начал жить с Наташей в Ангарске, у группы, занимавшейся делом маньяка, появилась новая версия. Они предположили, что убийца мог оказаться в тюрьме за другое преступление. В те годы количество убийств женщин значительно сократилось, и объяснение, что маньяк перестал убивать, просто потому что попал за решетку, казалось логичным. Чтобы отработать эту версию, Дубынин с коллегами регулярно ездили в колонии и допрашивали тех, кто попал туда в конце 90-х годов. Оперативники допускали, что они могли что-то знать о совершавшихся в городе преступлениях. Маньяка в тюрьме не оказалось. Однако трое собеседников Дубынина, которые отбывали сроки за организацию преступного сообщества, независимо друг от друга рассказали о некоем подозрительном милиционере. По словам заключенных, мужчина жил и работал в одном из центральных районов Ангарска, и они часто видели, как он ночью сажал в свою машину темную иномарку женщин в районе центрального рынка. Получив эти данные, следователи запросили списки бывших и нынешних сотрудников центрального отделения милиции Ангарска. Некоторых из них вызвали на беседу и взяли у них образцы эпителия. Однако экспертизы стоили дорого, и в год по делу ангарского маньяка могли провести не более 300 анализов, а потенциальных подозреваемых было в разы больше. Не получив результатов сразу, члены группы переключились на отработку других, более приоритетных на тот момент версий. Артем Дубынин уверен, если бы тогда они поступили по-другому, маньяка поймали бы гораздо раньше. Я прошу прощения, если вы вдруг слышите оповещение на часах. Вот, просто понимаете, молнии идут, молнии. Надеюсь, что только сегодня. В 2010 году, когда Дубынину было 26 лет, его назначили главой маньячной группы. В декабре 2009-го Юрий Морозов перешел в областное управление МВД. Вчерашние коллеги в один день стали его подчиненными. Впрочем, все они говорят, что никаких проблем субординации у них не было. В разные годы под его руководством работало от 6 до 17 человек, но доказывать им свой профессионализм Дубынину было не нужно. Юрий Морозов говорит, что стал свидетелем того, как из заурядного опера Артем превратился в большого профессионала, настоящего таланта, способного взяться за мизинец на левой ноге и дойти до горла преступника. Он пришел, когда группа только создавалась. Из молодого оперативника на глазах превратился в того, кто может раскрыть любое преступление. На такое не у всех хватает терпения, веры в свои силы и желание добиться справедливости, говорит бывший начальник Дубынина. А Артем, если что-то начнет, то как бульдог будет до последнего убираться. Будет ходить, уже перегорит, но потом все равно добьется результата. Упертость в лучшем смысле этого слова, рассказывает Морозов. По словам ангарского следователя Дениса Капустянского, как профессионала Артема сформировали три главных дела маньячной группы – банда угонщиков, ОПГ-казино и ангарского маньяка. Познакомился с Капустянским, с Дубыниным, когда принимал участие в расследовании все того же убийства Натальи Каневской. «Я был тогда искренне поражен профессионализмом Артема», рассказывает 42-летний Капустянский. «Он вообще очень порядочный человек, сотрудник полиции без страха и упрека. Такую целеустремленность, с которой Артем подходил к каждому делу, я редко встречала. Как будто каждое преступление его задевало лично». Капустянский Дубынину тоже понравился. С тех пор это едва ли не единственный человек, которого Артем называет рукой. Оперополномоченный Виктор Маслаков называет Артема мудрым не по годам и вспоминает, что за годы службы всегда мог на него положиться. Он ответственный, целеустремленный, мыслил всегда наперед, рассказывает Маслаков. В любой момент ему можно было позвонить, даже среди ночи, и он всегда помогал решить проблему. Капустянский добавляет, чтобы раскрыть преступление, Артем не ленился поднимать дела из архивов, искать улики и свидетелей там, где никто и не подумал бы смотреть. «Мне всегда нравилось заниматься делами прошлых лет, которые однажды так и не удалось раскрыть», рассказывает сам Дубынин. «В этот момент перед тобой вырисовывается история всего города и области. Ты узнаешь не только о преступлениях, но и о людях, которые в то время жили». Ему хотелось, чтобы вся его энергия и азарт превращались во что-то конкретное, и он в это вкладывался. «И не потому, что ему сказали, а потому, что ему самому было важно докопаться до сути вещей», — говорит Морозов. «Говорят, что медведям можно научить ездить на велосипеде. Что тогда говорить о человеке, которому что-то интересно? Он еще не такой способен». По словам Морозова, Дубынина можно было бы назвать идеальным полицейским, если бы не его угрюмость. «Чем дурнее и веселее опер выглядит, тем лучше. Опер должен быть общительным, а Артем — бука. Коллеги-то его знали и понимали, а незнакомые люди смотрели и думали, это что за злодей? Если такого в темноте встретишь, сразу все сумки отдашь». Несмотря на свою квалификацию, он очень стеснительный. Просто на ровном месте может застесняться, как девочка. В 2011 году, после вступления в силу федерального закона о полиции, Артема, как и всех его коллег, отправили проходить дистанцию. Руководство областного МВД подтверждать его квалификацию отказалось. Как считает сам Дубынин, там бы считали это удобным моментом, чтобы избавиться от слишком принципиального сотрудника. Сложности с начальством у Дубынина возникали не только в связи с делом маньяка. В это же время Артем попал в ДТП, в котором столкнулся с сыном бывшей сотрудничества милиции, хороший знакомый начальника уголовного розыска. По словам Дубынина, именно этот начальник почему-то и решил, что не имеющий взыскания Дубынин не достоин быть оперативником. Мне уже стали предлагать должность участкового. Говорили, что я не могу работать в уголовном розыске, возмущенный вспоминал от Артем. Остаться на службе и сохранить должность ему помог Валерий Костарев. После его звонка наверх ситуация была улажена. Вскоре Дубынин снова напомнил о себе начальству. В Ангарске в пьяной драке убили сотрудника ОМОНа. Имя убийцы, который выстрелил жертвя в грудь, всем было хорошо известно. Он входил в одну из городских преступных группировок и дружил с сотрудниками полиции. Человек скрылся, полгода его никто не искал, рассказывает Артем. Я взял это дело и через полтора месяца задержал его в Иркутске. Правда, в суде это все переквалифицировали на неумышленное убийство. И убийца вышел на свободу. Я никогда не ставил себя в противовес. Никому не переходил дорогу, говорит Артем. К звездам тоже не рвался. Но почему-то оказался всем неугоден. По его словам, когда он возглавил группу, региональное руководство совершенно не интересовалось, как идет следствие. Вместо этого в Иркутске продолжали повторять, что в группе работают лодыри, которых нужно побыстрее разогнать. На деле расследования серийных убийц часто... А, на деле расследования серийных убийц часто занимают много времени. Например, от первого убийства, которое совершил Андрей Чикатило, до его ареста прошло не меньше восьми лет. Биццевского маньяка Андрея Печушкина искали пять лет, а новосибирского серийного убийца Андрея Чуплинского, восемнадцать. Бывший калифорнийский полицейский Джозеф Д'Анджело, так называемый убийца из Золотого Штата, и вовсе совершил последнее доказанное преступление в 1986 году, а задержан был только в 2018. Когда Артему Дубынину, наконец, подтвердили квалификацию, до поимки ангарского маньяка оставалось два года. Глава седьмая. Человек с ружьем. До 2010 года поиски маньяка шли сразу по нескольким направлениям. Преступника искали среди людей с третьей группой крови и среди владельцев автомобилей Нива. По словам свидетеля, одна из жертв перед смертью садилась именно в такую машину. Кроме того, искали и среди бывших милиционеров или сотрудников силовых структур. Было известно, что убийца мог беспрепятственно выезжать за пределы города в ночное время. В 1990-х в Ангарске все машины, выезжавшие из города ночью, в обязательном порядке останавливались и досматривались на постах ГАИ. Данные вносили в специальный журнал. Никакой информации о машинах маньяка в этих журналах не было. Из чего сделали вывод, что преступник был хорошо знаком с постовым или даже показывал ими свое удостоверение. Даже с учетом всех этих критериев подозреваемых было более 30 тысяч. Новые руководители группы решили сузить зону поиска. Решение принимал не Артем Дубынин, который отвечал за организацию работы в поле, а новый следователь. Именно он определял общее направление действия группы. После Валерия Костарева ангарских оперативников несколько раз перебрасывали к разным ведомствам и разному высокому начальству. Сначала Костарева заменил другой следователь из Москвы, затем группу ненадолго возглавил Андрей Чернусь из Новосибирска. По словам Артема Дубынина, ему тоже пришлось отстаивать продолжение расследования в высоких кабинетах. В 2010 году, спустя полгода после того, как Дубынин стал заниматься всеми пылевыми действиями по делу ангарского маньяка, новым руководителем группы назначили новосибирского следователя Василия Доморадова. Оперативники приняли нового начальника хорошо, тот был умелым аналитиком, привел дело в порядок, назначил большое количество дополнительных экспертиз, а главное, отстаивал группу перед начальством и не давал никого сокращать. С одной стороны, мы понимали, что нас вот-вот разгонят, вспоминая Дубынин, с другой, знали, что подобрались к маньяку уже очень близко. В этот период оперативники сократили полуподозреваемых, оставив в списке только тех, у кого совпадали два или более критерия, под которые подходил маньяк. Так, в базе данных осталось шесть сотен человек. Одним из них был Михаил Попков, охранник, ранее работавший милиционером, примерно семьянин, отец взрослой дочери. У всех мужчин, попавших в список, начали брать образцы слюны, чтобы сравнить их с генетическим материалом, который удалось обнаружить на делах нескольких жертв. Такие анализы группы стала проводить еще в середине 2000-х, но поначалу новая для России технология нуждалась в американских реактивах, и одна проба стоила около 10 тысяч долларов. При всех серьезных связях Державина и Гастарева больше, чем на несколько анализов в год денег не хватало. Уже после ухода основателей в 2009 году, благодаря Андрею Чернусью, сотрудники узнали о новой методике проведения экспертизы ДНК. Такие анализы можно было делать и в Иркутске, и стоили они в сотни раз дешевле. Количество исследований возросло до 400 в год. Если бы в те годы генетические экспертизы можно было проводить проще и быстрее, то и Попкова мы бы вычислили раньше, говорит Державин. Он попадал в наше поле зрения, но так как доказательств его вины у нас не было, а его характеризовали с положительной стороны, никаких обвинений против него выдвинуть у нас не было возможности. У Попкова была третья группа крови. Когда третья группа крови. Когда-то была Нива, он жил рядом с Круглым рынком, был пенсионером МВД, а на момент убийства работал в Центральном отделе милиции, добавляя Дубынин. То есть у него совпали четыре поисковых признака. При этом ангарский оперативник уверен, без генома маньяка не приперли бы. Список подозреваемых на предмет анализов следователя осваивали по алфавиту и дошли до буквы П только в марте 2012 года. Вы это представляете, друзья? Есть список подозреваемых. И если бы у Попкова, не знаю, фамилия была Абков или там, не знаю, Бопков, то его поймали бы гораздо раньше. Просто из-за того, что сотрудники пошли по алфавиту, было потеряно еще очень много времени. Так, список подозреваемых на предмет анализов следователи осваивали по алфавиту, дошли до буквы П только в марте 2012 года. Через два месяца Артем Дубынин узнал о том, что есть совпадение. Биологический материал убийцы совпал с геномом Попкова. Дубынину об этом рассказал Доморадов. Ему доложили о результате из Иркутска и он приехал из Новосибирска в Ангарск, чтобы рассказать Артему о новом подозреваемом. Отдельный начальник попросил Дубынина сохранить информацию в тайне и пока не предпринимать никаких действий. Дело было накануне выходных. В тот же вечер Артем выяснил, что Попкова нет в городе. Предполагаемый убийца в этот момент ехал в поезде во Владивосток и решил опять поговорить с начальником. Доморадов заверил оперативника, что Попкова задержат, как только он вернется в город, но Дубынин не согласился. От соседей и знакомых Попкова Артем узнал, что его семья распродает имущество и планирует переехать в Китай. Стало ясно, что действовать нужно прямо сейчас. Один из коллег Дубынина вспоминает, я сказал ему, если ты сейчас туда не поедешь, ни начальство, ни люди тебе этого не простят. Плюнь на все, ежай генерала у клавиобластного МВД и рассказывай, как есть. Решительный тон Дубынина все же убедил Доморадова изменить свое решение. И 23 июня 2012 года Артем вместе с Виктором Маслаковым вылетели во Владивосток. Вместе с ними поехали два бойца отряда быстрого реагирования. Была информация, что Попков носит с собой оружие. Жена Артема Наталья в тот момент была в Китае. Поехала вместе с подругой на шопинг, впервые оставив детей на мужа. Когда в один из дней я не смогла до него дозвониться, то сразу поняла, что-то здесь не так вспоминает она. Оказалось, он отвез дочек к моей маме, а сам полетел за Попковым во Владивосток. Тогда я поняла, что семья все-таки может быть на втором плане. Вся дорога во Владивосток была сплошным адреналином, рассказывает Артем. Я много раз рисовала воображение, как мы его задерживаем, что это вообще за человек, как он будет себя вести. За две или три станции до Владивостока поезд, на котором ехал Михаил Попков, должен был сделать остановку на две минуты на небольшом полустанке. Там Дубынин провели несколько часов. Когда поезд остановился, они разделились и стали двигаться по вагонам навстречу друг другу, чтобы преступнику не удалось бежать. В какой-то момент Дубынин увидел Попкова. Тот спокойно сидел на своем месте. Дубынин подошел к человеку, за которым охотился почти 10 лет, показал удостоверение и сообщил, что Попков задержан по подозрению в совершении преступлений. Боец Собра в этот момент блокировал убийцы руки, потому что тот сразу потянулся к своему рюкзаку. Потом там нашли заряженное ружье. Я спросил у него, вы поняли, за что вы задержаны, рассказывает Артем Дубынин. В ответ он махнул головой. После этого у меня весь адреналин кончился. Дальше пошла рутинная работа. Не сказав ни слова, Попков проследовал с оперативниками в отдельное купе, где они также молча доехали до Владивостока. Там, в отделении полиции на вокзале, Дубынин составил протокол о задержании. Также, молча, они впятером летели в Иркутск. На ровном месте с человеком разговаривать очень тяжело, объясняет Дубынин. Но я знал, что по приезде в Ангарск он в любом случае будет арестован по обвинению в убийстве и изнасилованию трех женщин и тогда поймет, что это все серьезно, а не какая-то бравада. Именно по трем случаям у следствия к тому моменту были доказательства, доказательства, основанные на совпадении генетического материала. Все удивлялись, как можно раскрыть преступление 15-летней давности, говорит Сергей Державин, который не прекращал следить за ходом расследования и после своего формального ухода из группы. Но если бы мы все это время ничего не делали, его бы никто и не нашел. Тем не менее, даже после ареста Попкова Дубынина и его коллег продолжали называть тунеядцами. Мол, пока коллеги роют носом землю, они 10 лет занимались ерундой, а теперь сорвали куш. Местное полицейское начальство поимка маньяка даже разозлила. Слишком часто сотрудников группы начали показывать по телевизору. Впрочем, когда дело Попкову передали в суд, а иркутский начальник получил повышение по службе и благодарность за работу, риторика изменилась. С того момента вся эта история стала преподноситься так, что ангарское дело с самого начала шло под чутким руководством местных начальников, рассказывает Дубынин. На самом же деле, на протяжении двух лет, что предшествовали поимки маньяка, не было проведено ни одного совещания. Они просто наблюдали за нами со стороны и, видимо, рассуждали так. Если преступника найдут, то все будут молодцы, а если нет, группа получит выговор. Артем утверждает, что высокие чины из областного ГУ МВД до последнего отказывались верить в виновность Попкова. Один из них, знакомый с женой убийцы по совместной работе в одном отделении милиции, встретив однажды на рынке супругу Попкова, поинтересовался у нее, не обижают ли Мишку, и сказал, если что, говори, я с ними разберусь. Наталья Дубынина была очень рада, когда Попкова наконец поймали. Теперь-то надеялась она, муж будет проводить дома больше времени. Надежда не оправдалась. Оперативным сопровождением уголовного дела Попкова, допросами, выездами на место преступления, экспертизами, Артем и его коллеги вплотную занимались еще целых шесть лет. Клаба восьмая, предприимчивый милиционер. Начинается самое интересное, друзья! Будем с вами слушать про жизнь и детство Михаила Попкова, когда, собственно, чудовище и было зачата. Зайчата. Предприимчивый милиционер. О своем детстве Михаил Попков всегда рассказывал нехоть. Его родители познакомились и поженились в Норильске в 1962 году. Виктор Попков служил там в армии, а Антонина Ширкова приехала из родного Липецкого села в гости к брату. Через два года у них родился первенец Миша, а в 1969, уже в Ангарске, где жили родители Виктора, на свет появилась сестра Михаила и Лена. Обычная семья, папа рабочий, мама служащая. Сестра на пять лет младше описывает своих родных сам Михаил Попков. В детстве это была большая разница, поэтому у нас особо не было общих интересов. Как старший брат я мог только сходить к кому-то, чтобы к сестре не лезли. Помогал ей в учебе, курсовую чертить. Потом еще возмущался, что преподаватель низкую оценку поставил. Ошибку какую-то нашел. Я ей тогда сказал, скажи своему дебилу, чтобы он диплом в рассрочку купил. Это не ошибка, а так оно и должно быть. Пусть почитает правильно. После того, как Михаила арестует, Елена напишет брату. Не буду оценивать все происходящее с тобой. У меня кипят мозги, когда я думаю, что и почему а думаю я каждый день. Меня никто не убедит в правдивости происходящего, пока не услышу лично от тебя. Даже если это так, как тебя вменяют, значит, на то были причины. В свои детские годы Попков вспоминает так. Учился нормально. Все уроки успевал делать непремене. В свободное время целыми днями пропадал на стройке или на гаражах. Что-то сжег, взрывал, дрался, но в милицию не попадал. С 8-летнего возраста мальчик начал работать. Отец, рывший могилу на городском кладбище, брал сына с собой. Подрабатывать копкой могил Михаил Попков будет до конца 90-х, а потом иногда убивать на кладбище своих жертв. Одним из подростковых увлечений Попкова стали лыжи. Он начал заниматься ими еще в школе и очень любил своего тренера и его семью, считая их примером для подражения. Его дочь тоже спортсменка и младший сын частенько с нами ездили на соревнованиях, вспоминает Попков, а супруга работала в нашей спортивной школе. Они были постоянно вместе. Идеальное сочетание. Когда уже после ареста судебный психиатр попросит Манека рассказать об идеальной для себя работе, Попков скажет, что хотел бы быть именно тренером в спортивной секции. Я бы работал с маленькими детишками лет 10, которые еще с открытым ртом тебя слушают, перед которыми можно подойти к перекладине, что-то на ней сделать, удивить их, и они еще внимательно тебя слушать начинают. После восьмого класса Миша поступил в техникум. Учился работать с оборудованием нефтегазоперерабатывающих заводов и параллельно подрабатывал слесарем. Одногруппников Попков запомнился общительным и бесконфликтным молодым человеком, который увлекался лыжным спортом и даже участвовал в соревнованиях. Впрочем, спортивную карьеру вскоре пришлось закончить из-за травмы, но расстроило это студента техникуму не слишком. Основным смыслом занятий в секции он в любой случай считал шанс попасть в армию не в обычную часть, а в спортивную роту. Когда ему было 17 лет, Попков потерял девственность. Со своей первой партнершей он познакомился на дискотеке. Девушка была на несколько лет старше его. После того, как они занялись сексом в подсобном помещении клуба, Михаил проводил девушку до дома и больше с ней не встречался. А уже через несколько месяцев влюбился по-настоящему. Об этой своей первой юношеской влюбленности Попков помнит до сих пор и в деталях. Ее звали Татьяна, она жила в Иркутске. Он ездил к ней, дарил цветы, ухаживал, танцевал с ней под песню группы Бакара Love you, chill I, die из фильма «Пираты 20 века». Потом Михаила призвали в армию. Надо было на два года уезжать в радиотехнические войска в Монголию. Татьяна сразу предупредила юношу, что ждать его возвращения не будет. Когда Попкова демобилизовался в конце, в середине 80-х, он все равно первым делом пришел к девушке, но та уже была замужем. После неудачного разговора Михаил поехал домой в Ангарск, купил букет цветов маме, однако, когда пришел домой, увидел, что она занимается сексом с чужим мужчиной, пока отец спит рядом. Во всяком случае, эту историю Попкова рассказал следователям на допросах. Спустя несколько лет разочаровала Попкова и его младшая сестра, которая ненадолго переехала жить на Сахалин. Знакомые рассказывали ему, что Лена ведет паразитический образ жизни, гуляет, выпивает и встречается с кем попало, после чего брат убедил ее вернуться в Ангарск. После возвращения из армии Попков стал работать слесарем-машинистом в цеху завода азотных удобрений. Параллельно он сначала начал принимать участие в лыжных гонках, потом уже как любитель и на одной из них познакомился с 20-летней Еленой Мишуровой. Психологически меня подталкивало то, что у нее был знакомый парень, который должен был вот-вот из армии вернуться, вспоминал потом Попков в начале их романа. Мне было важно добиться ее расположения, чтобы выбор пал на меня. Я сказала себе тогда, почему я должен отступать? Я человек нехороший, что ли? Я не сдамся, я лучше. Летом 1986 года Михаил и Елена поженились, и он ушел жить от родителей в квартиру к жене, кроме Елены там проживала только ее старая бабушка. Через год у новобрачных родилась дочь Катя. Тогда же Попков сменил работу. В те годы хорошо проявивших себя сотрудников, отслуживавших в армии, было принято рекомендовать к службе в милиции. И именно такую рекомендацию Михаил получил от своего завода. Несколько месяцев он отучился в школе милиции. Потом прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к работе, но отметила следующие черты характера уязвимость, конфликтность, недоброжелательное отношение к окружающим, моральная неустойчивость, пренебрежение нормами поведения. В июле 1987 года он заступил на должность сотрудника ППС на железнодорожной станции Ангарск. Встречал поезда, следил за порядком на вокзале и разбирался с его нарушителями. Например, однажды задержал вора, сорвавшего с головы пассажирки меховую шапку. Вскоре Попкова повысили до младшего инспектора угрозыска. Однажды благодаря ему задержали целую воровскую банду, Попков вовремя заметил объявление о продаже ковра в городской газете и сообщил о нем оперативникам. Работавшие с ним в те годы потом вспоминали Попкова как улыбчивого, добросовестного сотрудника, который старался быть на хорошем счету и угождать начальству. В то же время они считали его алчным и хитрым человеком. В конце 1980-х Попков снова стал ездить к своей первой возлюбленной Татьяне. На допросах он говорил, что хотел носить ее на руках, сравнивал с Жанной Фриске и Верой Брежневой. Однако жене он так и не изменил. Просто приезжал к дому Татьяны и искал с ней встречи. Ее потом тоже допросили оперативники, которые пытались понять, когда именно у убийцы начали проявляться маниакальные наклонности. Как и почти все остальные женщины, ничего плохого Татьяна о Попкове сказать не могла. В начале 90-х зарплата милиционера перестала казаться хорошей. Попков уволился и в 92-м году устроился в военную пожарную часть. Но и там провел всего полтора года и уже в 94-м вернулся в милицию. Стал работать помощником оперативного дежурного, а параллельно продолжать копать могилы на кладбище. Накануне 8 марта в тот год он вернулся домой чуть раньше обычного, хотел поздравить жену и дочь с наступающим праздником. Пятилетнюю Катю отец неожиданно встретил во дворе. Она объяснила, что мама просила ее погулять, потому что к ней пришел дядя с тортом и цветами поздравить с праздником. Когда Попков зашел в квартиру, там уже никакого дяди не было, но в мусорном ведре он нашел использованные презервативы. Жена сказала, что ее изнасиловал коллега с работы Алексей Мулявин. Они вместе работали с лесарями в энергетической компании. Через много лет Мулявин скажет на допросе, что они встречались с Еленой Попковой три или четыре раза и все было по согласию. В тот мартовский вечер Попков разыскал Мулявина и сильно его избил, а на завтра приехал снова, извинился и признался, что не знает, как ему дальше жить с женой. Следующие несколько дней Михаил не ночевал дома, но после долгих размышлений все же вернулся в семью. Несмотря на то, что измену жене он простить так и не смог, он решил сохранить брак ради дочери. Попков попросил жену уволиться и устроил ее в паспортный стол в центральном отделе милиции. Поделиться своими переживаниями Попкову было не с кем. Кому мне обращаться? К папе с мамой? Для них у меня все идеально рассуждало много лет спустя. С товарищем делиться? Меня мам с той не рожала. С товарищем я такие темы вообще никогда не обсуждаю. Мужчина нашел телефон службы доверия и попытался поговорить с психологом, но там ему сказали, чтобы он искал причину в себе. Поиски были безуспешными. Сравнивая свою семью с семьями соседей и коллег, Попков убеждался, что их брак дружнее. Они часто проводили время вместе и ходили за руку. А если я понимал, в определенных возможностях, то я себе говорил, что это второстепенно. Ведь если у человека хороший достаток, но не лады в личной жизни, то дискомфорт у него в жизни все равно есть, рассуждает он. Никаким рациональным выводом по итогам этой истории Попков в итоге так и не пришел. Как и во многих других случаях, когда ангарский маньяк рассказывает об измене жены, он отвечает вопросом на вопрос. Может ли человек, когда у него все идеально с жиру бесится? Если да, то в чем я тогда виноват? Значит, не зря на Руси было принято бить жену по пятницам, с утра и вечером. С утра почему? Вдруг что-нибудь натворит. А вечером за что? А вдруг что-нибудь натворила? Единственной знакомой Попкову по отношению, которую он применял в насилии, в итоге оказалась его жена. В 95-м году, сильно выпив после похорон своего дяди, Попков попытался задушить Елену. Ее спасла дочь, которая пришла на крики родителей и сказала, «Папа, ты что делаешь?» После этих слов Попков пришел в себя, привел Елену в чувство и ушел из дома. К тому времени он убил уже как минимум восемь женщин. Осенью 94-го года, когда 18-летняя Любовь Чулёкина устроилась в кафе «Хазар», которым владели выходцы из Азербайджана, в Ангарске они жили большой диаспорой. Работа девушке нравилась, пока к ней не начал приставать один из начальников, а когда она отказала, сказал «порву». Тот случай сильно напугал Чулёкину, и она даже рассказала о случившемся матери, но увольняться не стала. В конце ноября Люба пришла на работу со своей соседкой, 14-летней Наташи Логиновой. Та тоже хотела устроиться в кафе по примеру старшей подруги. Под конец смены девушки стали выпивать с постояльцами заведения, а после закрытия поехали к ним в гости, в общежитие, откуда вышли поздно ночью. Больше Любую Наташу никто не видел. У нее своя компания была, все-таки на 4 года старшая у меня. Старшая у меня своя, я к ней не лез, вспоминает. Теперь Любовь Чулёкина ее младший брат Андрей. Она сама в себе такая была. Высокий 41-летний мужчина в спортивном костюме, рассказывая о смерти сестры, много курит и то и дело достает из кармана зажигалку, а потом кладет обратно. По его словам, сестра была боевой и умела за себя постоять. Старшая дочь у матери одиночки с 5 детьми, любовь, на которую не хватало родительского внимания, училась в интернате, а это суровая школа жизни. Атестат девушка так и не получила, начала зарабатывать. Сначала торговала фруктами, потом устроилась в кафе. Вскоре после исчезновения Чулёкина ее матери кто-то позвонил и стал требовать выкуп. Андрей вспоминает, что мама безрезультатно просила милицию поставить телефонную прослушку и даже собиралась продавать трехкомнатную квартиру, чтобы заплатить мошенникам. Кто звонил и как они узнали о том, что любовь пропала, семья не понимает до сих пор. Главным подозреваемым в деле несколько месяцев был тот самый совладелец кафе, который угрожал официантке и выпивал с ними накануне случившегося. Мужчину арестовали и, по словам одного из моих собеседников в ангарской полиции, под пытками заставили сознаться в убийстве. Однако указать, где спрятаны трупы девушек, мужчина так и не смог. Чтобы проучить подозреваемого, милиционеры привязывали его за ногу к машине и ездили на ней по снежному полю. Когда за недостатком улик его все-таки выпустили из СИЗО, он сразу уехал в Азербайджан. Тело Любы и Наташи нашли только весной. Трупы обнаружили в лесу по ангарскому дачнике, когда пошли собирать березовый сок. Одежда девушек была стянута, белье разорвано, но повреждения половых органов эксперты не установили. Мать опознала Любу только 1 мая 1995 года по одежде и после операционному шраму на ноге, который едва можно было разглядеть. Обстоятельства смерти выяснились только спустя много лет. Когда в тот ноябрьский вечер Люба и Наташа вышли из гостей, возле них остановилась темная иномарка. Водитель предложил подвезти девушек, и они согласились. Они уже доехали до дома, когда мужчина пригласил подружек выпить еще. И они согласились снова. Андрей Чулёкин в эту историю не верит. Он убежден, что сестра не стала бы садиться в машину к незнакомцу просто так. По его версии, мужчина показал девушкам милицейское удостоверение. Заехав за алкоголем, Люба, Наташа и их новознакомые отправились за город, где и распили спиртное. А потом Михаил Попков вытащил Любу из машины и 13 раз ударил ее топором. Наташа убийца нанес 10 ударов. Оставив трупы в безлюдном месте, Попков уехал обратно в Ангарск. Фух! Тяжело, да, друзья? Как-то прямо мощно мы с вами пошли. Я рада, я рада, что у нас теперь одним очень большим вопросом меньше. Мы теперь знаем, что конкретно травмировало Михаила Попкова и что было в его детстве, и что с ним происходило. Книжка большая, мы даже до половины еще не дошли. Так что много разных интересных суббот нас с вами ждет впереди. Спасибо большое всем, кто пришел, всем, кто поставил лайки, и особенно спасибо тем, кто поставил комментарии. Все, всем пока, удачи! Спасибо.